МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа. В студии Сергей Прохоров. Добрый вечер. Начнем выпуск с, пожалуй, самых резонансных тем последнего времени. Коммунальных тарифов и пенсионного возраста. Свою позицию по этим вопросам сегодня, посещая фабрику Коммунарка, озвучил президент Беларуси. По словам главы государства, решаться жилищно-коммунальные проблемы будут только в пользу людей. Что же касается пенсионного возраста, то Александр Лукашенко рассказал, что является сторонником его постепенного повышения на три года. Евгений Горин продолжит. Тарифы на услуги ЖКХ, какими же они будут в ближайшее время? Вопрос, который интересует любого, кто ежемесячно сначала изучает, а потом идет оплачивать жировку. Прошлись секундомеры, мы посчитали. И оказалось, когда тарифы понизились, всем же хотелось побольше содрать с вас и с государства, с бюджета. Оказалось, что мы покрываем расходы не 30%, а 40,2%. То есть сразу ваша доля по нынешней оплате оказалась выше. За счет снижения себестоимости услуг ЖКХ, коммунальщиков наших, за счет их снижения, мы к концу года будем покрывать 50% стоимости услуг. То есть не за счет увеличения и изъятия денег у вас. Мы уже повысили. 5 долларов плюс там еще что-то, налоги, льготы всякие убрали. Сейчас пока 40,2%. К концу будет 50, но не за ваш счет, а за счет коммунальщиков. Они там сократят себестоимость, затраты, но будет половина. Пока на этом остановились. А половину? Где возьмем? То есть к концу года вы будете половину платить. А вторую половину? Вторую половину пока мы будем датировать из бюджета. Тем, кто будет оказывать вам услуги. Энергетикам за электроэнергию, водоканалу за подачу воды, газы и прочее. Вот мы должны будем платить из бюджета за тот газ, который будет подаваться вам для приготовления пищи, за теплую воду, электроэнергию и так далее. Мы бы хотели, чтобы к концу года было 50, выплатили. В будущем году там 75, еще через два года 100%. Ну, все такие заявили, что вот в 2018 году 100%. Я недавно поправил. Не знаю, это вы слышали, видели. В 2018 году и я хотел бы, чтобы вы платили 100% ЖКХ, жилищно-коммунальных услуг. Но вопрос в том, будет ли у вас деньги заплатить за это. Поэтому давайте 2018 год оставим, доживем до 2018 года, а там посмотрим, сколько вы будете платить. Пока будет тот уровень тарифов, который вы сейчас имеете. Вот мы немного там подчистили, убрали то, что вам излишне написали в жировках. Это ваш уровень. Рассматривается возможность ввести в Беларуси институт хаус-мастера. Это когда за домом следит универсальный специалист. Одновременные сантехники, электрики, плотник. Такая практика давно распространена на Западе. Еще на том же Западе умеют экономить. Потому что цены на ЖКХ кусаются. Там никого не надо призывать к бережливости. Все как-то само собой получается. В Минске вода из артезианских скважин. Сколько? 70% ни в одной стране из-под земли берем ее. Остальное очищаем. И доводим до нужных кондиций. Режим жестокий. Вот вы еще никто не сказал, что у нас там массово кто-то отравился из-за воды. Хотя у нас вода с большим содержанием железа. Ее надо очищать. И это недешево. Поэтому эта водичка, которую вы в экран открыли. И она у вас течет, пока вы зубы почистили, умылись там, посуду помыли. Никто же не экономит. Потому что она ничего не стоит. Часто мы смеемся над западниками. Они раковину эту затыкают, дырку, наливают теплой воды и посуду моют. Мы с ним все время смеялись. А почему? Потому что там цена высокая. Поэтому к концу года мы 50% выйдем. Будет экономика работать. Будет у нас лучше. Будет у вас в кармане что-то. Будем двигаться. Экономить люди начнут только тогда, когда это будет стоить что-то. А если на человека куб воды 2 тысячи, ну кто будет экономить? Ну пока мы договорим, что она будет стоить столько. Мы сделаем так, как лучше для людей. Это я вам твердо обещаю. Если будет невозможно, я вам скажу об этом. И разложу все эти цифры, показатели. Все равно я буду на вашей стороне. Документ по увеличению пенсионного возраста все еще в работе. Недавно главе государства были представлены три возможных варианта. Какой окажется окончательным вопрос времени. Но сегодня Александр Лукашенко поделился своими мыслями на этот счет. Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст, если в этой части говорить о пенсионной системе, повысить сначала на три года. Но каждый год по половинке. Не обидеть людей. Ну полгода вы проработаете. Вот будет вам 55, вам надо полгода поработать. Ну что, большая трагедия? Нет. Небольшая. И вот так вот мы спокойно где-то за 6-7 лет сможем проглотить эти три года. Зарплата у людей невысокая. И она не растет по стране так, как бы нам хотелось. Наоборот, застыло. А пенсионный фонд, деньги, мешок пенсионный формируется с вашей зарплаты. Вы отчисляете деньги на пенсию. Пока вы работаете, вы кормите своих родителей. Сейчас вы уйдете на пенсию, дети будут кормить вас. Солидарная система распределительного характера. Вот эта вот система у нас, она есть. И, коль не растет зарплата, а цены все-таки движутся, таким образом, пусть на полпроцента на процент жизненный уровень падает. Что мы, пенсионеры у нижних оставим? Нет. В пенсионном фонде денег не увеличивается. Вот в этом месяце я вынужден в пенсионный фонд направить с бюджетом триллион рублей. Так продолжаться не может. Это я забираю деньги у бюджетников. Пенсионерам отдаю. Но их же не бросишь. И встает вопрос, что делать? Уменьшать пенсии. А где вы видели, что вы пенсию уменьшали? Нельзя обижать людей. Поэтому мы на это пойти не можем. И поскольку средств не хватает столько, сколько нам надо, чтобы увеличивать пенсию, приходится идти на это. Но и не это главное. Вот для меня, как отца, как вы, как родителей, важно то, чтобы мы на своих детей эти проблемы не перекладывали. Мы должны переварить эти проблемы сами. В Беларуси будут не только готовить высококлассных специалистов, но и создавать рабочие места для них. На примере вашей коммунарки видно, что несмотря на модернизацию, мы тем не менее создали здесь 120 рабочих мест. Поэтому опасений в этом плане быть не может. Государство свой путь пройдет. Вы знаете, что мною принято решение в этом году, расписано сколько кому, создать рабочих мест. 50 тысяч. У нас только безработных нет. Это хорошо. Это хорошо. А что плохо, с точки зрения человека, в кавычках плохо, надо привыкать к конкуренции. Без работы никто не останется. Сегодня у нас больше 7 тысяч рабочих мест вакантных в Минске. Так я говорю, правильно? Пожалуйста, у нас у него столько безработных нет сегодня, сколько рабочих мест. Но все хотят работать на коммунарке. А на коммунарку не каждого возьмут. Вы уже там поштучно выбираете. Вам нужен порядочный, честный, умелый человек. Вот и вся правда о рабочих местах. Мы будем создавать рабочие места для хороших специалистов, специалистов завтрашнего дня. И к этому надо готовить наших детей. Ну а людей, которые 20-30 лет уже отработали, мы в обиду не дадим. Спасибо большое. Вопрос об инфляции и росте цен позвучал от экономиста коммунарки. Я вам публично и откровенно говорю, что контроль за ценообразованием мы сохраним. Мы создали очень мощную систему контроля за ценообразованием, потом цивилизованную, как во всех странах Запада и в России. Антимонопольное законодательство есть. Антимонопольное ведомство передано в Минторг и пусть контролируют. Поэтому вы за это не переживайте. К возможным вариантам повышения пенсионного возраста и жилищно-коммунальным тарифам мы еще вернемся. Сейчас непосредственно к теме посещения главы государства фабрики Коммунарка, где Александр Лукашенко ознакомился с ходом модернизации предприятия. За последние годы здесь установлено современное оборудование. Новые линии позволяют выпускать сладости самого высокого качества. Как следствие, продукция занимает достойное место на отечественных и зарубежных прилавках. Подробности в материале Евгения Пустового. Вкусные бонусы для своих работников на Коммунарке поставили на конвейер. Праздникам премии, к юбилеям подарки, молодым родителям дополнительные выплаты, детям путевки в санаторий. Работникам в уважаемом возрасте – поощрительные пенсии. Прошла с девчонкой в 17 лет, а сейчас уже мне за 50. Теперешние условия – это не сравнимо. Ни с чем не сравнимо. Новое оборудование, новые сорта, более массовые выпуски. А еще три года назад социальный пакет был мизерным, цеха – старыми, а само предприятие поставлено на конвейер медленного банкротства. Спасительный рецепт для известной конфетной фабрики вовремя предложил президент. От заграничного акционера отказались, предприятие национализировали. Производство модернизировали. Сегодня Александру Лукашенко докладывают, насколько такие меры подсластили жизнь коммунарки. Сделан новый шоколадный цех. То есть в сердце фабрики поставлены четыре новых современной линии. Вы когда приезжали здесь, на фабрике была одна. Убрали аммиак с центра Минска. Все работает сейчас на чиллерах, на промышленных кондиционерах. Кондитерская отрасль Беларуси – очень сладкая для акционеров и частных инвесторов. Но они пытаются диктовать свои условия игры. Например, коммерсанты из Бреста хотят беспроцентных кредитов. Из Ивенца они желают дальше модернизироваться. У президента по этому поводу четкая позиция. Если это предприятия были государственные, а потом кто-то их там сбагрил, значит точно так, как с коммунаркой. Возвращайте государство, отдавайте им. Интересно людей прежде всего. Людям надо работать, получать заработную плату, кормить семью. Сейчас на коммунарке средняя зарплата более семи миллионов. Второе дыхание открылось с начала модернизации. Износ оборудования уменьшился вдвое, а производительность увеличилась на две тысячи тонн конфет в год. Постали современное технологическое оборудование, которое нам позволяет сильно конкурировать с ведущими мировыми производителями. Конечно, наша цель – увеличение продаж, увеличение доли рынка, особенно на внутреннем рынке. Белорусский покупатель съедает две из трех конфет, выпускаемых коммунаркой. В развитие предприятия вложили около 540 миллиардов рублей. И теперь у фабрики с более чем столетней историей современное лицо новой линии увеличили производительность в пять раз, а трудовой коллектив сохранили. Бережно и рационально, по-государственному, будут подходить ко всем пищевым предприятиям Беларуси. От этого зависит безопасность страны и здоровье людей. То, что должно быть всегда в руках государства, если оно ответственное государство, это то, что обеспечивает человеку жизнь прежде всего. Продукты питания. Я отношу туда и коммунарку. Еще можно на два это умножить, потому что конфета – это наши дети. Мы сохранили качество. Пусть наша продукция будет стоить немножко дороже, но люди поймут, что это качественный продукт. Мое было принято решение – сохранить государственный стандарт, ГОСТы. И мы по всем направлениям сохранили продукты питания белорусские, вне конкуренции в мире. Предприятие расширяет фирменную торговлю и готово занять пустующие торговые площади в столице. Президент дает на это согласие. Пусть работают. В том числе и по деферсификации заграничных продаж. Сейчас 80% экспорта уходит на российские полки. Отечественные кондитеры готовы выполнить вкусовые запросы жителей Китая. После модернизации любую конфету могут сделать, как слоеный пирог с любой начинкой. Ежегодно в ассортименте появляется по 20-30 новых названий. Из предприятия пытались выкачать максимум, и к этому времени оно уже не существовало. Ту модернизацию, которую вы провели, ни один частник не проводил бы. На том, что есть, убивали бы. Деньги в карман, деньги вывезли. Все бросили. Съесть бренды страны безответственным акционерам государство не позволит. Но и сами белорусы должны шевелиться. Пример – та же коммунарка. Сюда берут только профессионалов и ответственных людей. С порядка в цехах начинается благополучие всей страны. Вы поспокойнее реагируете, когда я очень жестко подхожу со своими требованиями к отдельным чиновникам, к отдельным бизнесменам и к трудовым коллективам. Поверьте, я не кровожадный. Но страну легко упустить из рук, а потом собрать это все будет или очень дорого, или невозможно. Пример хотите? Поверните голову на юге, вы увидите этот пример. Это богатейшая страна, 40 миллионов человек. Где она? Поэтому должен быть порядок и ответственность. Но пока все в шоколаде, не скажешь ни о коммунарке, ни об экономике. Сказываются проблемы у основных партнеров. Нам вместе надо учиться новым подходам в работе и искать новые рецепты. Свой рецепт полезного шоколада коммунарке предложил президент. И сегодня презентовали эту сладость без вредных компонентов сахара. Первыми на вкус президента Александр Лукашенко дал попробовать телеоператорам. Угощаю я первый раз, первым шоколадом, потому что причастен к изготовлению. Шоколад я уже подарил руководству России. Покупаю в Швейцарии, что одеяю. Ну все, не надо швейцарский, давайте белорусский. Я говорю, нет, мы еще лучше сделаем. Евгений Пустовой, Юлия Матяш, Илья Максимов и Сергей Капустин. Телекомпания СТВ. И вновь к одной из самых обсуждаемых тем последнего времени. Повышению пенсионного возраста. Когда и как он будет изменен? Этот вопрос пока остается открытым. Изменение возрастной планки в перспективе не приведет к росту напряженности на рынке труда. Об этом сегодня заявили в Министерстве труда и социальной защиты. Ставку сделают на создание новых рабочих мест. Анастасия Иванникова продолжит. Более ста новых рабочих мест и это до конца нынешнего года. Первый пусковой комплекс этого могилевского предприятия работать начнет совсем скоро. Пока время подготовки и набора квалифицированных сотрудников. А тем временем на предприятии делятся уже и планами. Более половины производимого технического углерода планируют поставлять на экспорт. К концу строительства и выходу на полную мощность будет создано более 400 рабочих мест. Для нашего предприятия самое главное не возраст сотрудника, а его квалификация и стремление к работе. В перспективе по всей республике создать планируют 50 тысяч рабочих мест. Такая задача стоит сегодня перед всеми регионами страны. Такие перспективы для трудоустройства учитывали при рассмотрении темы повышения пенсионного возраста, отмечают в профильном ведомстве. Просчитывали риски и для рынка труда. В первый год порядка 67% женщин и 53% мужчин остаются работать и не уходят на пенсию. Трудиться у нас сегодня продолжает примерно каждый четвертый из пенсионеров. Вот только в будущем перспективы не настолько оптимистичны. Из рынка труда вот-вот уйдет поколение 50-х. Тогда в стране был настоящий бэйби-бум. А вот на смену им придут рожденные в 90-х. Правда тогда наоборот нам удался демографический спад. Если не повышать возраст выхода на пенсию, население в трудоспособном возрасте к 2030 году может сократиться более чем на 500 тысяч человек. Соответственно увеличится население, которое выше трудоспособного возраста. Впрочем, это далеко не все весомые аргументы за выбранную стратегию повышения пенсионного возраста. Из чего сегодня состоит размер пенсии? Возьмем обыкновенную дробь. В числителе фонд заработной платы и страховой тариф в знаменателе численность пенсионеров. Чтобы результат получился лучше, нужно либо увеличить числитель, то есть фонд заработной платы и страховой тариф, либо уменьшить знаменатель, то есть численность пенсионеров. Тогда уже и можно увидеть, каким будет наш размер пенсии. Здесь арифметика достаточно проста. Впрочем, не забывать нужно и то, что продолжительность жизни возрастает. Взять, к примеру, цифры. В данном случае сравниваем с 2005 годом. У мужчин она увеличилась на 5 лет, у женщин и того больше, более чем на 10 лет. Неудивительно, что нагрузка на пенсионную систему из-за такой, бесспорно, положительной тенденции возрастает. Реформа действительно нужна. Что мы сейчас видим, достаточно много пенсионеров работают. Чем больше будет работающих, тем больше пополняется государственная казна. Родные есть на пенсии, работают уже 60 лет и работают нормально. Они говорят, что дома все сидеть не могут, поэтому им только это плюс. Анастасия Иванникова и Юрий Прокопенко, телекомпания СТВ. Комитет госконтроля продолжает проверки по фактам завышения тарифов на коммуналку. Как заявили в КГК, они носят системный характер. Это показала ревизия январьских жировок. Напомню, уже возбужден ряд уголовных дел. Сегодня озвучены новые подробности. Так, Борисовским международным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении начальника расчетно-справочного управления одного из предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Минской области. Нарушение выразилось в необоснованном завышении тарифов на техническое обслуживание лифта, предъявляемого последующих гражданам города Борисова. Причиненный ущерб гражданам составил сумму более 300 миллионов белорусских рублей. Данное должностное лицо задержано. Кроме того, по фактам хищения и различного рода злоупотреблений задержаны должностные лица предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Брестской, Гродненской и Минской областей. В Беларуси в ближайшие сутки при применении банковских карточек возможны сбои. Об этом предупреждают обслуживающие организации. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненко. Алексей, так в чем причина временных неудобств? Добрый вечер, Сергей. Действительно, предстоящей ночью и завтра утром будут вестись технологические работы по обновлению программной начинки оборудования. Таким образом, возможны сбои при безналичных расчетах. В течение нескольких часов могут не работать банкоматы и инфокиоски. Сейчас оборудование готовят к деноминации. К примеру, на экране банкомата будет организован выбор одного из двух вариантов денежной единицы Республики Беларусь. Опция будет работать до конца этого года. Возможность проведения операций в новой валюте до 1 июля будет заблокирована. Национальный банк на сегодняшний день стал в регионы доставлять денежные знаки нового образца для того, чтобы с 1 июля мы смогли достаточно оперативно все выпустить в обращение. ЕАЭС намерен создать зону свободной торговли с Китаем. Сейчас идет подготовка соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Это первый шаг на пути к намеченной глубокой интеграции, которая, по мнению экспертов, может расширить ассортимент самых разных товаров, в том числе и в Беларуси. Евразийская экономическая комиссия сегодня в Москве рассмотрела и внутренние вопросы от формирования единого цифрового пространства до регулирования алкогольного рынка. Власти Саудовской Аравии хотят отказаться от нефти как главного источника доходов. Каждое такое заявление играет свою роль на рынке углеводородов. Я не думаю, что существует более идеальная страна для возобновляемой энергетики, чем Саудовская Аравия, объявил министр нефти этой страны. В королевстве есть все, что необходимо для строительства солнечных электростанций. На этом фоне эталонная марка Brent сегодня торгуется стабильно выше 41 доллара за баррель. Ну а на белорусской валютно-фондовой бирже доллар все увереннее приближается к отметке в 20 тысяч. Сегодня американская валюта стала дешевле на 66 рублей, евро на 10. Белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,23%. Теперь мы в курсе. Это были новости экономики. Спасибо, Алексей. И сегодня стало известно, что республиканский субботник в Беларуси пройдет 23 апреля. Часть заработанных денег будет направлена на проектирование и строительство Гомельской областной детской клинической больницы в Бресте на возведение молодежного патриотического центра. Остальные средства поступят в распоряжение обл. исполкомов. Закончим выпуск кадрами из мемориального комплекса «Тростенец». Сегодня здесь почтили память жертв фашизма. Митинг-реквием собрал ветеранов, руководство столицы, иностранных дипломатов, представители религиозных конфессий. Цветы и венки легли к центральному монументу «Врата памяти». На церемонии побывала и моя коллега Анастасия Бенедесюк. Сегодня «Тростенец» все чаще называют фабрикой смерти и уроком, прогуливать который никак нельзя. Когда мы думали о жертвах тростенца и благовщины, долгое время это была открытая рана, поскольку не было мемориала на том месте, где они погибли. И мы благодарны городу Минску, городским властям, за то, что они взяли на себя эту инициативу. Здесь, на территории более сотни гектаров, на протяжении долгих трех лет фашисты зверски издевались над ни в чем не повинными. Мирными. Советские военнопленные, подпольщики, партизаны, люди разных вероисповеданий и национальностей. Славяне, евреи, цыгане не менее 200 тысяч человек. В памяти, в молитве мы должны быть вместе, чтобы ничего не потерять из нашей истории, в которой не только праздники, но и сколько. По количеству погибших тростенец стоит в одном ряду с Бухенвальдом, Освенцимом и Дахау. Это крупнейшее на территории Белоруссии место массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации. Тростенец стал последним в списке безжалостных злодейств фашистов. Уже после того, как к центральному монументу легли цветы, на площадке рядом с вратами памяти представители религиозных конфессий, чиновники и дипломаты высадили три вяза. Деревья высота и широко раскинутые ветви, которых олицетворяют источник силы и опоры. Затем в крипте храмопамятника в честь всех святых представителей основных конфессий Беларуси заложили капсулу с землей и пеплом из лагеря смерти. Прах неизвестных людей, чьи частицы растворились землей и остались в пепле, Господь ныне определил в храм, освященный в честь всех святых. И кто знает, может в честь кого-то из них. И вот еще одно интересное наблюдение. Когда в Тростенце высаживали вязы, пошел дождь, а капсулу в храме закладывали, солнце выглянуло. Но не это ли знак и небесное нисхождение? Анастасия Бенедесек, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. И на этом у меня пока все. Итоги пятницы подведем в 22.30. В студии работал Сергей Прохоров. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова